Здарова всем, с вами Краб, рубрика Best Replace, сайт Кутгейн.ру, Аспирант, бла-бла-бла-бла-бла и все остальные формальности. Давайте уже приступим к чествованию наших лауреатов, которые поддержали рубрику. Здесь, конечно, выделился особливо Николай Сатаев, который вдонатил 4 тысячи рублей на этот экстра выпуск. Обычно Николай отправлял сумму, равную номеру серии, вышедшей в Best Replace. Но вот этим жестом он, видимо, выразил надежду, что Best Replace достигнет количества 4 тысяч серий. Не можем пока не утверждать, не отрицать столь амбициозное заявление, но будем к этому всячески стремиться. Спасибо большое, Николай. За Альянс 222 рубля перекинул, за Хавка, за Бонича, за Альянс. Это, видимо, навеяно воспоминаниями прошлой серии, где Хавк, к сожалению, проиграл Люциферу. Дмитрий С. 100 рублей. Архимаг-водопроводчик, которому дестра отключают воду. Это было сильно. Спасибо. Пожалуйста. Ну, не все, судя по всему, ценят этот юмор. В каждом выпуске в комментариях находится какой-нибудь умник, который, напялив очки и высокопарно наморочив лоб, начинает нам рассказывать о том, что эти шутки его не удовлетворяют по степени панчуайнов, мощнейших сетапов. И, в общем, коламбуи как-то не заходят. Надеюсь, таких будет все меньше и меньше. Обращаюсь к ним. Ребят, захлопните, пожалуйста, этот выпуск и идите по своим делам. Не тратьте время. А ну, не для вас, пишется. Зус 80. 100 рублей закинул Локтор Агар. Написал воистину Агар. Агроном 50 рублей закинул и ничего не написал. Потому что он очень занятой человек. И, скорее всего, уже прямо сейчас в полях сеет нам пшеницу. Все, это все поддержавшие экстра выпуск. 41 серия, стало быть, полный вперед. Мы начинаем. Итак, что у нас сегодня на обед? А на обед у нас сегодня эпичнейшее противостояние. Гравита снова известна больше как Старина Ход. Против Акслава. Рандомщика из Соединенных Штатов Америки. Не удивляйтесь, Ход обычно играет эльфами. Но сейчас ему выпал Орг. И это не случайно, видимо... Точнее, это именно случайно. Потому что Ход выбрал рандом. Рандомную расу. Эх, помню, клан Гравитас отличный был. Собрали когда-то весь цвет российского прогейминга, варкрафтерского. Там был, по-моему, и Титан, и Ход, и Хулиган. Но могу ошибаться. Я помню, что одно время Гравитас была очень перспективной организацией. Нашли спонсоров, подтянули ресурсы, собрали игроков. И вот-вот должны были прийти к успеху. Но, как обычно, не фартануло. Прекрасные были времена. А у меня почему-то нет звука в демке. Надеюсь, что у вас он есть. Ну, я уже ничего не буду менять. Пускай будет, как будет. Значит, у нас Блэйдмастер. Акславу выпали хуманы. И Акслав не достроил алтарь. В общем, видимо, парень собирается через нейтрала какого-нибудь открываться. Не знаю, через какого. Акслав вообще тот еще затейник. Очень изобретательный джентльмен. Поэтому от него можно ожидать кого угодно. И если демка попадает в Best Replay, значит, этот кто угодно будет несколько неординарным представителем. Ну, вообще, надо сказать, что любую, наверное, игрок Акслава можно смело брать в Best Replays. Потому что человек играет нетрадиционными стратегиями. Использует нетрадиционные методы лечения. Такой экстраординарный парень. Не от мира сего. Думаю, что незаслуженно мало демок Акслава. Мы пока рассмотрели в наших выпусках. Ну, а ход взял Демон Хантера. Вообще, брал, конечно, заказывал Демон Хантера. Пригласил посражаться. Но он, видимо, сменил имидж немного. Во-первых, исправил свое зрение. Во-вторых, наточил топор и позеленел мальца. Ну, может быть, что-то не того съел. В общем, ход пока приспосабливается к новому Демон Хантеру. А Акслав, вы видели, заказал Тинкера. Ну, я говорил, что этот парень еще тот предприимчивый изобретатель. Поэтому ничего удивительного. Со сметкой играет. Короче, пошел криппинг. О, я все-таки слышу звуки какие-то. Да, звуки какие-то есть, но очень слабые. Я на максимум выкрутил звук у себя, чтобы хоть какой-то звон мечей о кольчуге слышать. В это время Блэйд Мастер уже кого-то добил. И сейчас добьет, видимо, еще кого-то. Да, добивает главного Бамбра. Забирает весь лут. В общем, рейдерский наезд на Тинкера. Тинкер, конечно, очень обижен. Можно попробовать окружить, но у Блэйда есть виндволк. Хотя бы гранта отжать, но и этого не делает Акслав. Короче говоря, покрепился, мягко говоря, в минус. Пришел, значит, у него был бизнес-план четкий, но он не рассчитывал на бандитский налет в виде атаки Блэйд Мастера с двумя оглоблями грантами. Правда, у него виндволк нет, еще остался один виндволк. Короче, Акслав-то решил фаст экспант играть. Но Ход, это парень очень умный, очень такой, скажем, предусмотрительный, расчетливый. Он очень хорошо знает игру и мгновенно отыскал место постановки экспанда. Ничего не пропустил. Тут Акслав еще четырех ментов берет. Терпит по рабочим. Блэйд Мастер почти третий левел. Понимаете, как я думаю, что мало кто из проигроков может похвастаться таким Харасом. Пришел на Харас нулевого уровня, а вернулся почти третьего. Тут еще и фонтан предательский, карта Секрет Вэлли. И эти фонтаны, конечно, на руку-орку. Просто бесплатное, совершенно халявное лечение. На дармовщинку. Это единственное лечение, которое, во-первых, бесплатно, а во-вторых, оно действительно эффективно. Например, у нас такого на нашей родине не бывает. У нас либо бесплатное, либо лечение продуктивное. Надо выбирать что-то одно. Потому что двое когтей, вы представляете, ужас какой. Шмар. Это не Блэйд, это уже Фредди Крюгер какой-то, черт. У него столько когтей. Причем у Фредди Крюгера когти были только на одной руке, а у этого сразу наблют. Шляпы не хватает и полосатого свитера. А здесь великолепное окружение Гранта. Я в восторге. Но третий Блэйдмастер, я не знаю, что он будет с ним делать. Но, видимо, что-то будет, потому что вряд ли демка закончится прямо сейчас. Иначе она не попала бы в быстрый плейс. А, тут вообще ход, поняв, что удался ему криппинг на сопернике, да, он решает выйти в хэдхантеров. Возможно, Фастер 3 будет. А, нет, он просто строит хэдхантеров. И, судя по всему, 4 рабочих побежали на застройку. Но вот вы знаете, эта стратегия может привести ухода к крушению. Единственный способ, как можно было слить их к славу при таком фееричном начале для орка, это выйти в хэдхантеров, которые полностью контрятся футменами с дефенсом. Зачем нужен этот выпендреж, я не знаю. Ну, ладно, давайте посмотрим, к чему он приведет. Зулджин будет отмщен, говорят хэдхантеры, но я очень сильно сомневаюсь. Тинкер до сих пор первого левела. Представляете, как ему плохо. Тут еще с криком Зулджин будет отмщен в него, бросаются какими-то вилками. Не знаю, что-то кидают. Но, судя по всему, со столовых приборов надыбали откуда-то из урочева дома. Хэдхантеры и бросаются. Да, ну а ход приступает к застройке. Четыре башни. И застраивает, решает именно мэйн. Зачем мэйн? Ну, для того, чтобы... Ну, во-первых, вряд ли он будет дополнительно оборонять. Во-вторых, надеялся как-то втихаря это сделать. Но был обнаружен. Тем не менее, очень много хота. Прям очень много. Я не сомневаюсь, что вышки достроятся. А что же можно посоветовать Акславу? У него заработал экспэншн. У него началась добыча золота. Но для того, чтобы отбиться от застройки, ему предстоит прямо сейчас наштамповать очень много башен. Отбиваться больше от этого нечем. А башню строить не на что. Поскольку леса, наверное, как катастрофически Акславу не хватает. И он решает выйти в контратаку. Тут еще шипы изучил ход. Ну, видимо, делал грейд на ультравижн. А выросли шипы. По старой эльфийской традиции. Вообще не понял, что это такое. Но, как говорится, все полезно, что в рот полезло. Хозяйничает уже вовсю на базе Акслава ход. И, скорее всего, пробреет это все без героя. Вышка убита. Здесь нужно поконтролить немножечко... Немножечко поконтролить, короче говоря, всех. Новые башни возводятся. Да, и он побежал, естественно, Блэйдмастером отбивать дерзкий пуш на мэйн. Рабочий в логовах. Ну, короче, все печального Акслава. Вообще, конечно, по уровню микроконтроля, по достижениям на профессиональной сцене Акслав и в подметке не годился эскохоту. Потому что господин Новопашин, конечно, был куда более известным на просцене. И достиг значительно более весомых результатов. Ну, Акслав вообще ничего не выигрывал. Просто в онлайне фанился разными нетривиальными стратегиями. Вот и все. Любил из Варкрафта что-нибудь экзотическое выжить. Ну, а ход это все-таки про геймер. Серьезный человек. До свидания. Серьезный человек, поэтому... Несравнимого масштаба величины, скажем так. Сколеснулись. Застрелил, кстати, ход из логов завод. Ну и да, все правильно делает. Он понял, что по динамике не хватит Хуману ресурсов, чтобы уничтожить его мейн. И, соответственно, планирует оставить Акслава с одной работающей нычкой. То есть, играть майн на майн и на этом закончить игру. Очень много потерял Акслав еще на этом пуше. А ход побежал перехватывать. Он увидел, что убегает Тинкер. И он здесь, видимо, собирается кого-то из них хватать и никуда не пущать. А вышки потихонечку вместе с армией добьют базу. Кстати, у третьего левела Тинкер как-то многовато он перебил тут народу. Я так сказал, что Харас не очень успешный. Но в том отношении, что пока здания урочи целы. А, безусловно, уже далеко не все рабы невредимы. Их тут робо-гоблины порубали в мелкую картошку. Но они все равно таскают золото. Им ничего не остается. Приказал командир таскать. И вот увидел, увидел, блейдмастер увидел штепселя, который пытается сделать торопуньку на свою базу. Ему это удается. Кстати, молодец Акслав. Здесь, наверное, скорее СК хоть не доработал. Все, минус. Минус мейн у Хумана. Это означает, что дальше будут проблемы, собственно говоря. Дальше будут проблемы. Правда, Орг сам остался на Тир-1. Ну и должен, наверное, уже нажимать на Тир-2. То есть ход принял, может быть, даже не самый. Я так вначале раскритиковал его. Но, наверное, не самое худшее решение. Он решил пробрить по-быстренькому Хуману мейн. И, соответственно, после этого нажать Тир-2. И оставший... Ну, кстати, Акслав уже нажал Тир-2. Поэтому ходу не стоит с этим делом тупить. У него, правда, с лесом проблемы. На Тир-2 ему не хватает. У него соплай блок. У него рабочий один стоит курит. Я думаю, его нужно... А, он хочет мейн воткнуть? Кстати, есть такая идея. Просто воткнуть мейн на бывшей базе Хумана. Дело сделано. Ну, по-моему, он это сейчас и осуществит. Подкрепливаем. Ну, пытаемся скорее не покрепиться, а девайсы какие-то еще натырить. Может, и третьи когти выпадут. Свиток зверя. Ну, пока у Хумана нет... Пока у Хумана нет диспела или спеллбрекеров, можно как-то поюзать в атаке. Поэтому не знаю, будет его продавать или нет. Вот ход. На заднем фоне вы слышите музыку. Это специальная подзвучка, чтобы облегчить работу аспиранту. Но на самом деле мы сейчас ее выключим. У нас просто гости. В данный момент дома. Дело сделано. Свиток ускорения. Ну, Блэйдмастер сам по себе может, наверное, раскидать и всю армию Хумана и Тинкера на запчасти разобрать. Но... Я думаю, именно этим сейчас ход и займется. Без всяких но. Минус ферма. А Тинкер харасит, как не в себе. Будет вообще нажимать Тир-2? Единственное, да, проблема хота в том, что он немножечко не уследил за харасом рабов и убийством логов. У него сейчас вот логово построено. Надо срочно заказывать рабочих. А он... А он Грейд заказал. Лол. Что ты делаешь-то? Ладно, рабочих полно в буровах. У него, в принципе, довольно много сейчас раб силы для того, чтобы натаскать лес. Да, нормально все у него. Тир-2 готовится. Там что-то еще заказал. На все деньги гульнул. Все в порядке. Тинкер пускается на утек. Пытается то под сосну замаскироваться, то овечкой заделаться. Но не получается ни то, ни другое. Блэйдмастера не проведешь. Золджин будет отмщен. Но по бегушке продолжается веселый. В это время Орочи армия пришла на другой фонтан. И из этого фонтана жадно лакает воду. Действительно, жажда терзает. Все-таки ребята очень много работали. Целую базу сравняли с землей, конечно. После такого хочется попить. Попить и в Макдональдс, конечно, тоже тянет. Паладин. Паладин. И присты. Ну а что еще делать? Кастеров. Правда, без Архимага эти кастеры, мягко говоря, не столь эффективны. Акслав пытается дальше развлекать. Но не знаю. Мне кажется, все-таки нужно было как-то выходить в какие-то другие юниты. Может быть не в кастерах, а в спеллбрейкеров тех же самых. Но смысла нет в кастерах без Архимага и его ауры. Вообще никакого. Никакого экзистенциального смысла нет. Ну а Тинкер продолжает испытывать на прочность ходовую своего двигателя. Паладин пришел. Как Паладин может лечить механический по сути юнит, я не знаю. Но у него получается 40. У Блэйда есть масса. маны на то, чтобы уйти в Винволк. Но он тут что-то решает подраться. Ну подраться так подраться. Нужно по пристам поработать. Все верно. Крит вылетает. С трех ударов минус прист. Пошла с Орка. Не хватает Орку, конечно, Шэдоу Хантера с его хилом. Минус Грант. Ну в общем Орка, мне кажется, зря сейчас наламывается. Ему нужно было потратить время на Криппинг, поскольку у него еще нет Тир-2 юнитов, у Хумана есть, и у Орка строится экспэншн. И в общем, зачем ломиться под вышки, я не знаю. Вот за счет этого Акслав, за счет того, что он постоянно синтезирует нестандартные сценарии развития игры, он часто и выигрывает. Даже таких довольно прожженных и искушенных игроков, как Гравитас Ход. Напоминаю, он раньше, до клана Гравитас, был в составе знаменитого клана СК. А это один из топовых кланов мира по Варкрафту. То есть явно туда его взяли не за красивые глаза. Я видел глаза Ход, там ничего красивого нет. Но даже он способен ошибаться и принимать неверные решения. Вот Криппинг это правильное решение. Криппинг и возможно уже надо сжать Тир-3, выходить в Берсеркеров, раз уж столько хэдхантеров здесь наплодил. Ну а Акслав чувствует себя сейчас как рыба в воде. Немножечко попроще ему стало. Да, он потерял мейн, но сейчас построил какую-никакую армию. Безусловно, в перспективе все плохо у Хумана, потому что я думаю, надо было Тинкера в Салягу гонять и хотя бы до 6 левела докрепить быстро, потому что иначе... Ну а так Тинкер 6 не будет. Единственная надежда у него была на 6 Тинкера и какую-то попытку Хараса. Дальше пойдут райдеры с сеткой. Мы изучали, помните, с вами 6 Тинкера и вспомнили, что значит на него... Ну он как здание, короче говоря, в него нельзя кидать болты, там какие-нибудь точечные заклинания, но например он поддается всяким вейвам от Таурена, дыханием от Панды и прочим. Но Тинкер это был вариант, это был такой нормальный. Не знаю, сетку на него тоже, наверное, нельзя бросить. Потому что на башню сетку не бросишь. Хороший вопрос, кстати. Ну ладно, до этого вопроса еще дожить надо. Потому что орк приходит на Крипджек, Хуман все продолжает Крипл, Паладин, ну без Архимага и Паладин, и Кастер, и все это выглядит довольно печально. Нажимать ТП, он есть у Тинкера, но зачем-то затеял здесь Хуман Драку, потерял кучу народа. Там, видимо, лагала, и поэтому оба поставили грустные смайлики. А причина лагов покинула только что игру. Некто личит. Спирит Волкеры, да, нужно построить нормальный состав армии. Спирит Волкеры, райдеры. Нычка заработала у орка. Там Акслав какую-то вышку, конечно, соорудил нелепую. Но эта вышка магическая, она не харассит вообще никого, никак. Она будет убивать раба, наверное, до конца игры. Кстати, на криппинге магазина выпал Блэйдмастеру большой бутылек жизни. Это здорово. Он там оставил второму герою что-то. И без ТП со свитком продолжает окучивать точку за точкой. Да, орку нужно сейчас открипиться, до пятого левела довести Блэйда, построить нормальную армию. Ему-то спешить вообще некуда. У него экспеншн работает. Акславу нужно думать, что делать. Ну, наконец-то пошел на вышку. Да, он уже пятый левел, конечно. Блэйд уже пятый, он уже прокрепился. Второго левела, более того, Таракан, как его называла Нифанда, когда-то в одном из древних своих комментариев мезозойского периода. Да, короче говоря, минус это, минус то. И, конечно, огромные перспективы на победу у орка. Слабо верится в том, что Акслав со своей Тир-2 Гапшой сможет что-то сделать с пятым Блэйдмастером. Ну и плюс с такими вот героями. Один из которых чистый саппорт, это Паладин. А второй, в общем, тоже не особо наносит дамаг. Скорее для Хараса будет это на шестом левеле. А орк крипит третьего АСХ и планирует ворваться с нормальными героями. Ну, в принципе, даже и ворваться не надо. Орк может в принципе... Ой-ой-ой, Shadowhunter не потеряй, ты чего? Как-то так недоконтролил-то. Видимо, в другом месте где-то был ход. Так вот, он планирует все это, естественно, докрепить. И после этого... Тут экспонат еще закладывает Акслав. После этого выйти в Тир-3. Ему спешить некуда. Его не пробреют вообще никак. Тут отличный вейв бросил Огр-предводитель. И слезала с лица земли одного из хэдхантеров. Здорово, здорово, здорово. Крипинг идет. Лечения явно не хватает. Но сейчас, по-моему, должен быть уже третий АСХ. Я не вижу, где плейдмастер. Не вижу его на карте. Вот он сейчас только что прибежал вверх. Ой, тут вообще отличные девайсы выпали. И боевые барабаны, и амулет энергии. Ну, вы чего? Это до свидания вообще. И посмотрите, еще мантия ученого, цирклетка. В общем, 570 манну, Shadowhunter и третий левел. Вот сейчас можно идти. Вот сейчас можно петь. Можно даже, знаете, по фану выйти в каких-нибудь Тауренов легко. Потому что Хуман очень сильный отстал. В жизни и по технологиям. У Хота много денег. И он вышел из лимита, кстати. Я не знаю, я бы на его месте не выходил. И спокойненько себе штампанул Тауренов каких-нибудь с воскрешением. И полез после этого. Вот так. Слав молодец. Он воспользовался тем небольшим тайм-аутом, который ему предоставил Орг. И воткнул себе еще один экспанд. Молодец. Все-таки парень не теряет надежды и оптимизма. Тут разведка пришла. Все увидели. Все поняли. Ну и, пожалуй, все-таки надо как-то выходить в Тир-3. Нет? Нет, Тир-2. Тир-2 у Хота. Он просто выходит из лимита и планирует задавить массой. Есть спиритлинг. Есть лечение от Шадоу Хантера. Есть свиток. И я не вижу, как... Ну, в чистом поле вообще Акслава шансов нет. А вот на базу особо не поломишься. Плюс Акслав может сейчас начать разводить Хотор. Чем он и занимается. ТП у него есть. Вон там что-то лежит еще. Смотри, подбирай. Подбирай. Да вот же лежит. Сундук. Эй. Не хочешь? Клевый девайс. Да, паладин наконец обнаружил. Подарок. На Новый год себе от Орка. Минус логово у Хотор. Саплай блок в очередной раз. Но 70 лимита у него. Хуман нажимает ТП. Но я не знаю, в чем смысл этого развода. Когда у твоего соперника уже 70 лимита, то поздно ему устраивает саплай блок. Он уже вышел из лимита. Ну, может, 80 не выйдет еще долго. Но у самого Акслава лимит гораздо меньше. И этот лимит гораздо... Гораздо хуже. По качеству. По своим боевым характеристикам. Тут все саппорты. Кто нам дамаг-то будет наносить? 5 спалбрейкеров и все. Орк начал осаждать высоту. Сейчас будет Исмаил брать. Судя по всему. Не знаю, может быть, надо было на Мейн пойти. Три вышки неплохо так расставлены. Плюс геробогоблины, я уверен, будут колупать мозги до последнего. Они довольно сильно досаждают. И постоянно приходится их от них уводить кого-то. Ну, надо на катапульты их, безусловно, направлять. Не на Блейдмастера. Блейдмастеру они... Ой, заканчивается тем временем Мейн у Акслава. Это важно. У Хота все работает. Но, видимо, тоже Мейн там один заканчивается. Короче, остаются снова одна добывающая. Уночка добывающая. И там Акслав, видите, наверху выстраивает себе еще один город. Молодец. Вот этим мне очень нравится Акслав. Креативный, изощренный, такой хорошо разбирающийся в игре. И принимающий зачастую абсолютно неочевидные для соперников решения. Ну, ему осаждают одну базу. Хорошо, неплохо, я построю еще. Мои симпатии все больше и больше начинают склоняться в этой игре на сторону Акслава. Он тут героически пережил начало совершенно обреченное для себя. Обескураживающее. Ну и до сих пор жив. Этот стреляет по местности и не видит, что вышек уже давно нет. Думаю, да когда же они уже закончатся, эти проклятые вышки. А разведку сделать не может. Там змейки у Шадоу Хантера, обратите внимание. Это вместо Хекса, я уверен. Ну, вряд ли он лечения. Да-да-да, как это пульты лупят в одну точку. Ход-ход. Там уже не то, что вышки. Там, по-моему, скоро дыра в земле будет размером с Везувий. С Марианскую впадину. Ну и, видимо, стоят и хохочут в голос рабочие Акслава. Это называется излишне ретивый подход к делу. Чересчур серьезный. Катапультом сказали уничтожить вышку, но они, видимо, решают всю землю выжечь. Ну все, наконец-то переключились на еще одну башню. О! Да, и, кстати, ничего наверху ход не видит. Он даже не понимает, что Акслав ставит экспант. Но все-таки, мне кажется, сейчас пробреет. Пробреет. Куда денется вообще? Постреливает по еще одной вышке. Эта вышка, к сожалению, дэмэдж по катапультам вообще никакой не наносит. И Акслав бросается в отвлекающий марш-бросок. Да, отгоняет катапульты. Ну так ты долго будешь его убивать, дружок. А там, кстати, у Хота еще нычка заработала. Посмотрите, слева. Ну, Хот тоже, конечно, милый там шит, соображает в игре. Начинается битва. Тинкер вылезает вперед, но там есть паладин, так что какое-то время он поживет. И, к сожалению, он далеко не шестой, даже не пятый. Робо-гоблины. Завод уничтожается катапультами. Нужно завод ставить где-то совсем позади. Пять катапульт. Сново лупят по пустому месту. Ну, правильно, конечно. Надо Хумана полностью деморализовать. Чтобы он там, не то что вышки, он даже фундамент там не может теперь залить. Там теперь яма огромная. Хотя фундамент и заливается в яму. Ну, в общем, вы поняли, что строитель из меня так себе. Начинается битва. Стенка из спеллбрейкеров. Выбегает вперед тинкер. Кастеры танцуют под катапультами. Первая ката запуталась, застряла. Минус, то там Блэй должен все порешать. Четвертого левела тинкер. Катапульты с огнем. Там грейд на Тир-3 уже сделан. И ооо, ну это все. Это надо бежать прямо сейчас. А к славе, если он еще не понял масштаба трагедии. Ему нужно нажимать на ТП прямо сейчас. Но он не нажимает. Я не вижу тинкера. Я вижу тинкера. Лечение от СХ. Ну, это знаете, это как борьба, борьба птички с котом. А птичка может и клюнет его в лапу, но коту от этого не холодно, не жарко. Постепенно под хилами Шадоу Хантера. Там правда Блэйд Мастер уже наполучал довольно заметно. Непонятно только от кого. У него нет маны. Большой бутылёк КП есть. Юзаем. А выйти не можем. Ой, мы сейчас окружим Блэйда. У него нет маны на Винд Волк. Давай. Ах, не стал. Не стал. Выпустил Блэйд Мастера. Ну и дальше. Смотрю, как Игру Престолов. Огненный Дождь. Не помню, как это называлось, это оружие. Помните, когда сожгли там подошедших с моря врагов Ланнистеры. В общем, примерно такой же устроили катапульты. Акслав сражался, как вепрь. Держался до последнего. Держал свою высоту, практически зубами в неё вцепился. Но всё бесполезно. Его перекатило катком зеленокожим. Ну и, в общем, такая вот игра. Ну, спасибо за нестандартных героев. Спасибо за нестандартное начало. Спасибо за отличный первый криппинг. За то, что не написал ГГ и не вышел после того, как потерял всё на первом же крипджеке Акслав. Так что игра вполне заслуживает нашей рубрики. Ну, а вам всем спасибо огромное за то, что смотрели. И ждём вас в нашей группе. Там есть зал славы. И в этом зале славы живут достойные люди, поддержавшие Best Replace. Они сейчас на вашем экране. Это пять самых наших щедрых и милосердных инвесторов. Хотите туда же, собственно, путь очень прост и прозаичен. Донатите и попадаете в зал славы. А ещё мы там проводим розыгрыш. Прямо сейчас один из них идёт. А ещё там есть сборный цитат, лучший цитат рубрики. Так что свои любимые фразочки или какие-то шутки тоже туда отправляйте и попадёте в историю. Спасибо всем большое. До новых встреч. И играйте в Warcraft. Он ещё жив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.